Не то что сон, даже дождь и лужи не помеха для победы. В московском парке «Сокольники» прошли соревнования по бегабеллу на мокрой трассе. Соревновались дети с трёхлетнего возраста. За падениями и победами наблюдала наша съёмочная группа. На старт! Внимание! Поехали! Поехали! Эти белокурые, голубоглазые ангелочки – настоящие соперники на трассе. Никаких слёз, только победа. Такой дух соперничества не у каждого взрослого. Расгон, разгон, быстро, 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 быстро! Давай! Да! Быстро, быстро прям поедешь, да? Дай пять. Сотни детей разного возраста, рассекая лужи, по трассе мчат на беговеллах, маленьких велосипедах без педалей. В парке «Сокольники» прошёл третий этап общероссийского социального проекта «Сити-драйв». Мероприятие прошло под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН – десятилетия безопасного движения. Основные правила, как вести себя на трассе, уже знает четырёхлетний Роман. Он стал самым быстрым на беговеле. Горь, громче! Чем хороши вот эти гонки, тем, что они вырабатывают инстинкт попытаться быть первым. Вот, то есть много теории перед стартом. Упал, встал? Вот. Без слёз. Всегда вперёд смотрим, да, Ром? Да. А ещё что я всегда говорю на старте? Должен быть кто Рома? Злой. Покажи злого Рома. Страшно. Да. Мария Медведева, чемпионка России по шоссельно-кольцевым мотогонкам, призёр чемпионата Коппа Италии, уверена. Если с детства детям говорить, какова ответственность водителя на дороге, уровень безопасности вождения станет гораздо выше. С малых лет ребёнку надо внушить, что безопасность – это очень важно. Вот даже дети, если посмотреть, сидите в шлемах, да, казалось бы, беговела, да, они пешочком ходят, но шлем, шлем обязательно. Дети понимают, что это ответственность. Вот у нас сегодня 200 детей принимают участие в соревнованиях. Знаете, что 200 человек мы подготовили к тому, что на дороге может быть опасно? Профессионалы из команды «Матрикс Рейсинг Тим» вместе с сотрудниками крупнейшей сети «Ситилинк» провели такие мероприятия в Казани, в Нижнем Новгороде. «Сити Драйв» набирает обороты, и число участников разных возрастов увеличивается. Всех людей волнует безопасность движения. Тема очень актуальная. Все звонят, нам пишут, уточняют, спрашивают и даже ждут, когда проект будет в другом городе. В планах «Ситилинка» и профессиональных мотоциклистов устроить ещё несколько масштабных мероприятий в следующем сезоне, чтобы с детства воспитывать культуру вождения, а внимание взрослых обратить к проблеме безопасности дорожного движения автомобилистов и мотоциклистов. Евгения Змановская, ЦРН «Калдаев». Live.